Добрый день! Мы сегодня продолжаем наш философский словарь и решили поговорить о таком понятии, как познание. Казалось бы, познание, оно и в Африке познание. Я чего-то не знал, узнал что-то новое, вот оно и познание. Какие возникают проблемы? Возникают проблемы с понятием познания. Это, прежде всего, связь с другой деятельностью. Как нам отличить, какая деятельность является познанием, а какая деятельность является не познанием. И очень большие проблемы при обсуждении познания возникают в классификации самого познания. То есть, что нам относить к познанию? Науку? Ну, казалось бы, очевидно. Первое, что спросил любого обывателя, да и все философы сразу скажут, что основным методом познания в современном человечестве является наука. Вот. И очень много... Именно методом? Формой, способом... Методом, ну, здесь я в данном случае говорю, форма, способ, сфера познания, вот так вот, наверное. Возникают проблемы. Значит, есть настроенные сцентрические люди, мыслители, философствующие, которые считают, что наука есть единственный и главный метод познания, и все, что мы можем познать, мы познаем только наукой, и в конечном итоге весь мир будет познан научно и сведется к некой единой теории. Это рациональное познание. Рациональное познание. То есть, скажем так, познание может быть только рациональным, ярчайшим представителем этого познания является наука, и если что-то когда-то будет познано, будет познано только рационально, и наука нам должна объяснить все в мире. Когда спрашивается о философии, ну, говорят, да, это действительно тоже некий способ познания, но, наверное, такой донаучный. То есть, пока то, что наука не объяснила, нам еще философия трепется на эту тему, а в конечном итоге философия тоже умрет, и наука ее заменит. Но тут возникает такое... Или философия должна стать научной. Да, или философия должна стать научной. Да, она может... Но тут основная проблема возникает с донаучным познанием. Вот было когда-то время, когда науки еще не было. И как-то человечество существовало, развивалось, познавало, закрепляло познанное в культуре. И вот какие способы познания, скажем, донаучные и вненаучные. Чем тогда, чем отличается наука? Сейчас попробуем, попробуем разобраться. Значит, давайте посмотрим. Вот у нас есть мир целиком, в котором мы живем, в котором включены мы сами, наши эмоции, наши мысли, наши взаимоотношения, вещи, наше представление о мире тоже является элементом мира. То есть, и все, что мы должны познать в этом мире, должно включаться в некую сферу познания. Ну, скажем, если что-то постоянно повторяется, постоянно возобновляется, солнце заходит, заходит, сходит, заходит, если камень уронить, он постоянно упадет. То есть, есть какие-то повторяющиеся явления, которые мы можем зафиксировать рационально и в конечном итоге даже записать и отследить, что они, вот как мы записали, вот полет, проход планет, так на следующий год и через год и через 10 они точно так же будут ходить. Значит, мы можем познать, получить некоторое знание о возобновляемых, повторяемых явлениях. И это, этим занимается наука. Есть уникальные... А история в этом смысле не наука? Она же занимается уникальностью. Это да, это особый, наверное, скажем так, не совсем правильно, наверное, сформулировать. Не обязательно явление должно возобновляться, но воспроизводиться. А, скорее всего, даже наше знание, вот скажем об этом явлении. Допустим, в какой-то местности что-то произошло, историческое событие, да? Может один человек прийти, раскопать и получить данные знания и уйти, другой прийти, раскопать и получить знания и уйти. И они должны получить одинаковые знания. Ну, они в разных местах, допустим. Они должны совпасть. То есть, воспроизводимость знаний и объективность научных знаний, то, что оно не зависит от того, кто его изучает. Но в истории-то как раз произвол, вот историка-то, анализован. Да. Амин Коносовский яркий пример. Да. Но это в теории, теоретическое. Такой же произвол есть даже и в физике, и в биологии. То есть, если я делаю некую интерпретацию своего предмета, интерпретацию эволюции, интерпретацию развития какого-то организма, я могу написать, и может получиться несколько теорий. Но всегда есть в науке требования, что сама теория, сама по себе, она не является научной. Она становится только научной после того, когда ее предсказания были подтверждены. Вот у нас есть альтернативная история, да, Фоменко, есть традиционная история. И, в принципе, при желании, при желании, при доскональном изучении по предсказаниям, эти говорят, что копай здесь, ты найдешь гроб Господень. А ты копай здесь, ты найдешь гроб Господень. Выяснится. У Фоменко, конечно, большой плюс по поводу затмений, вот привязка к затмению. Здесь тоже много, что можно выяснить, подтвердиться, не подтвердиться какие-то события. Но именно наука отличается тем, что всегда можно воспроизвести, воспроизвести данные теории и воспроизвести данный эксперимент. Если нельзя воспроизвести, значит, это ненаучно. Пока науку немножко оставим, я хочу о других способах познания поговорить. Значит, вот у нас есть мир, вот тот, который воспроизводим, о котором можно сделать однозначные заключения и эти заключения проверить. Но у нас есть еще уникальный мир. Скажем, уникальный мир наших эмоций, уникальный мир наших взаимоотношений человеческих, уникальный мир наших чувств по поводу заката и рассвета, пения птиц, росы на листке. То есть мы как-то должны это тоже познавать. И многие считают, что искусство – это не форма познания, не способ познания. Я считаю, что такой же способ познания. Человек что-то смотрит, что-то видит, что-то познает и пытается это выразить в неком продукте творчества. То же самое, как ученый что-то видит, что-то познает и пытается выразить в форме теории. Это тоже способ познания. Скажем, есть у нас какие-то всеобщие характеристики мира. На мой взгляд, всеобщим занимается философия. Особенным занимается наука, частым занимается искусство. В общем, особенным занимается философия, абсолютным занимается религия. То есть есть несколько сфер познания, которые дают нам информацию, дают нам форму общения, фиксируют форму общения с различными уровнями мира. У вас получается слово «познание» связано с словом «знание». Нет, не «знание». Любое знание есть. Нет, дело в том, что искусство нам не дает знания. Искусство нам не дает знания. Нам дает некий опыт, но не знание. То есть мы... Зачем нужно искусство? То есть любое познание необходимо для урегулирования отношений между людьми. И людьми и природой. Разница между познанием и знанием есть? Знание — это однозначно зафиксированный результат познания. Но не любое познание дает нам знания. Скажем, религия, хотя основана на знании, на каких-то ритуалах, которые действительно нужно знать, но итог религиозного познания, общения с абсолютом, он не фиксируется в знании. Тоже та же мистика. Мистическое познание не фиксируется в знании. Однозначно в знании фиксируется научное познание. То есть, скажем, есть целая сфера бытовых познаний. Но они чаще всего... Бытовое познание, оно реализуется не индивидуально, не творчески, а, скажем, в массовой деятельности. Что, скажем, в кулинарии? Кулинария — это массовая деятельность. Результаты этой массовой деятельности можно воспринять как познание некоторой сферы питания, пользы питания, вкусовых датах, которые фиксируются в рецептах. Рецепты — это знания. Но в отличие, скажем, от искусства, науки, здесь нету субъекта однозначного познающего, а субъектом является некий социум, некая прослойка, которая занимается кулинарией. — Не может быть такого, что познание — это проявление воли и изъявления, то есть воля какая-то, действие. А знание — это просто зафиксированный, грубо говоря, факт, который не имеет отношения к действию как такового. Здесь самое главное слово, что познание, познание всегда должно приводить к чему-то новому. То есть это действие по получению нового. То есть если я человек, занимающийся познанием, профессионально или любительски, в любой сфере познания — искусство ли, наука ли, религия ли... Если говорить о сфере познания в целом социумной, то новое для всего социума, и новое, уникально новое. То есть что-то... Мы узнаем новый закон природы, мы получаем новое направление в искусстве, новое произведение искусства, возникает новая религия, новые проповеди. — Ребенок-то не занимается познанием? — Нет, не занимается познанием, скорее всего. Он получает знания. То есть его могут обучить познанию, но его... — Познание — это свойство индивидуума. А знание — это то, что... — Ну, очень часто знания широко трактуют. — Я бы трактовал знания чисто формально. Вот все, что можно зафиксировать и передать, это является знанием. Я бы знание разделял к пониманию. Вот так. Если проводить гихотомию, у нас есть некое понимание... — Познание — это свойство индивидуума, свойство сознания. — Нет, ну это... То есть познание — это, можно сказать, либо деятельность, либо сфера деятельности. А человек включен в эту деятельность. Ну, скажем, наука — это сфера деятельности. То есть можно сказать, науку можно сказать, что это сфера деятельности, элемент познания. И есть конкретные деятельности, а они познавательные. Хотя в науке есть и непознавательные деятельности, ну, вспомогательные какие-то. Если чисто выделять познание, вот в чистом виде, я бы всегда сказал, что познание всегда в чистом виде сопряжено с творчеством. То есть творческий акт, познавательный акт — это одно и то же. — Не, но у вас пустят, что познание называется любое приобретение нового. — В принципе, да. — Ну, не только знание, любое приобретение чего-то нового. — Даже изобретение. — Чувство там, не знаю, приобретение нового там. — Да, даже... — Человек поехал бы на экскурсию куда-то там, в Стамбул, никогда его не видел, это тоже познание. — Нет, 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 была. Я делал акцент на то, что принципиально новое для человечества. То есть, если один человек... — Ну, для него — это познание. — Вот познание, то есть, скажем так, вот то познание, которое производит... То есть, то знание и то новое знание, которое производится в творчестве, это и есть познание. А того, что человек поехал, узнал, то лучше, что не знал, или прочитал в учебнике того, чего не знал, это не есть познание. Это его обучение, скажем так, а не познание. На самом деле, исходя из повседневного употребления слова «познание», мы же подплатили, действительно, понимаем, что каждый отдельный человек что-то узнает новое. И вот это узнавание нового есть познание. Почему же, так сказать, вам не нравится это употребление нормально? Ребенок узнает мир, мы говорим. Блант. Скажем так, мы сталкиваемся с совершенно банальной термологической ситуацией. Мы понимаем, что деятельность творца, художника, композитора, ученого, которого мы называем познанием, и деятельность ребенка, который ковыряется в песке или читает учебник, букварь, это разные деятельности. Мне кажется, как раз наоборот. Это разные. Разного здесь нет. Нет, принципиально разные. Он открывает для себя мир, как и ученые открывают мир. Нет, скажем так, с точки зрения индивидуального, нет, все-таки разные, совершенно принципиально. Конечно, может, нет, я не думаю, что ребенок, когда в букваре узнает букву А, или Б, от Б отличит, это будет тот же акт творчества, что и когда ученый открывает новый закон. Вот разный, принципиально. Если честно, мне не нравится слово творчество. Я не думаю, что познание есть творчество. Поэтому мне не очень понятно, как может быть искусство познания. Термиологически понятно, что в искусстве тоже, наверное, есть что-то новое. Но слово познание... То есть, когда художник рисует картину, это уже не познание, это уже результат познания. Нет, картина – результат познания. А он познает мир. Нет, он рисует новую картину, да, может быть, создал новый стиль. Но является ли это познанием? Вот как бы интересно. Ну, План, давай. Я для себя тоже этот вопрос задавал и пытался решить. То есть, нам нужно прежде всего решить функцию познания. Функцию познания. То есть, если функция познания – это что-то привнести в общество, построить некую сетку идеальных взаимоотношений, которые будут обеспечивать его функционирование. То есть, вот общество функционирует, и есть некая система, структура, по которой оно функционирует. В эту структуру входят религиозные отношения, этические, эстетические, правовые отношения, научно-технические отношения, мистические отношения. И они все наложены на общество, как некая сетка, в которой мы существуем. И вот если эта сетка неподвижна, то мы нормально знаем, даже экономически, что я отдам копейку, ты мне дашь товар, я приду к судье, он мне по этим рассудит нас по данным законам. Если я приду в театр, то я вот именно так восприниму пьесу или музыку, что есть такие отношения этические, эстетические. Но эта сама сетка, она же не стоит, она постоянно меняется. И вот, скажем, деятельность по изменению этой структурной сетки, идеальной, это и есть познание. И этим занимаются, в принципе, единицы. То есть, кто создал новое направление в искусстве, он как-то изменил же отношения. Прежде всего, новое направление в искусстве, это не произвол. Это значит, что в обществе что-то уже изменилось. Что-то изменилось. Появились новые какие-то отношения, новые идеи какие-то, новые эмоции даже относительно другого. Вот это изменение, почему познание бы называли? Нет, вот это не называется познание. Но тот, кто это ощутил и зафиксировал, он познал. Он познал. Вот именно творец, который первый зафиксировал изменения в обществе и сделал произведение искусства, которое все прочитали и сказали, о да, да, действительно, это резонирует с нами, он занимался познанием. А познание это перевод, грубо говоря, с одного языка на другую? Ну, это фиксация непроявленная в проявленном. То есть, мы уже живем в неком мире, и познание в любом случае проявляет непроявленное. Это может быть закон непроявленный, научный. Это может быть способ отношения между людьми. Это может быть этические, какие-то эстетические нормы. То есть, если человек фиксирует их и замечает их, творчески как-то перерабатывает и выдает на гора, в виде научной теории, либо на произведение искусства, либо новой религии. То есть, новая религия, это тоже... То есть, что сделал Мухаммед? Он ощутил, что в его племени есть какие-то другие отношения, которые нужно зафиксировать. Он познал это и выдал Коран, новое писание, и это является познанием того состояния общества, в котором было. То же сделал Иисус, то есть, любое тоже сделал Будда. Это некое познание, там, скрытого. И почему оно именно результативно? Потому что оно уже существовало, все приняли тут же. Приняли, потому что это уже есть, а он познал это и зафиксировал. А он познание превратил в знание. Он превратил в знание, да. Ну, это не всегда называется знанием. Теперь вы говорите другой смысл. Был первый смысл, это что-нибудь новое, а второй смысл... А это новое. Выведение из какого-то пополненного как бы на свет, да? Да, а новое всегда так и происходит. Ну, это и есть механизм проявления нового. Нового не возникает, вот это не пшик. Это значит, что-то было, но новый закон природы, который записал Ньютон, там, Рейнштейн, он же уже был. Он новый только по факту формулы и по факту озвучки. Он не создал же закон. И новое направление в искусстве, это тоже уже что-то витающее в воздухе, он уже зафиксировал. То есть новое, это и есть вот всегда вскрытие, а не... Вы недавно говорили про творчество. Значит, творчество, я говорю, что мне слово творчество не нравится. Творчество, это и есть акт. Творчество не существует, значит, получается. Нет, творчество, это и есть этот акт перевода из непроявленного в проявленное. Если человек просто как бы переводит из непроявленного в проявленное. Так это и есть творчество, это называется творчество. Творение. Вот не было что-то, он сотворил. Знаете, это хорошее извинящее. Бог творит мир из ничего. Это творение называется. А все остальное это не творение. Ну, дело в том, что, скажем, было, возьмем в кавычки тогда, что слово творчество произошло от творения, оно неправильное, оно не как Бог творит. Естественно, что не как Бог. Но в любом случае, если вот первоклассник, он посмотрел, порадовался, узнал что-то, это не творение, это не творчество, это не познание. А если ученый, вот до него не было этой теории, после него осталась эта теория, это творчество, это творение. Ну, в вашем же смысле, значит, для каждого отдельного человека тоже можно говорить о том, что у него проходят какие-то этапы познания. Он чего-то не знал, как бы, потом для него открылось. Но он ничего не сделал. Он в себя внес. Это было точно так, что выявление из непроявленного проявленного. Нет, нет, это было проявленное. Он же этого не знал? Он может, например, заново открыть себе колесо и так далее. Булат, но это уже есть. Нет, если он независимо открыл, тогда да. То есть он не знал, что есть колесо. Вы спросите, что каждый ребенок, на самом деле, делает это заново? Нет, не независимо. Он не запретает букварь. Учите родитель ребенка? Говоритель научится? Нет, не сам. Посади его на остров и в лес, не научится. Не сам. В том-то и дело. Что это... Понимаете, и художник в каком-то смысле тоже живет в обществе и тоже не просто сам рисует. И вот это научил там, и он... Понятно. Где-то интуиция... Да, да, да. Но есть принципиальная разница. Именно это проявляющееся не просто в рисовании, потому что есть пигоны художники, они не творят, да. Но если появляется принципиально новый стиль искусства, принципиально новое видение какое-то, то это его никто не научил. Понимаешь? Возникает новое направление в искусстве, и этого не научить. Это именно есть творчество. Тут просто как бы почему творчество всегда сложно, потому что часто бывает, что в истории это называется творчеством и новым направлением, но на самом деле это как бы своего рода, так сказать, пиар-акция, да. Какое-то направление оказалось более успешным в своем как бы раскручивании. Это уже оценки. А по факту, по факту, если... А по факту то направление, которое по-настоящему было творчество, оно просто заведено другими художниками через много лет. Булад, Булад. Формально, это уже оценка. Формально, если человек произвел что-то новое, это по факту творчество. А оценка может не принять его, он признают его только через сто лет. Но сам факт... Скажем так, у нас есть творческие профессии, не творческие профессии. Есть профессии, которые ничего нового не производят. Они обязаны крутить эту гайку и точить эту гайку. А вот если инженер придумал эту гайку, это творчество. До него не было, он сделал изобретение. Как у нас оценивается изобретение? По новизне делается патентный поиск. Этого не было, это новое, это изобретение, это творчество. Если ученый проработал, рассчитывая какие-то установки всю свою жизнь и ничего нового не было, это не творчество. Если он изобрел новую установку или новую теорию, это творчество. И искусство в этом отношении такое же познание, как и наука. То есть, скажем так, в любой... По сути, это так и получается, как у Бога. То есть, появление чего-то нового, оно происходит из ничего. Ну, внешне из ничего. Потому что... Человек сидит, думает, 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 и вдруг, как так называемое озарение. Приходит озарение. Вот не было у него этих мыслей. И мысль пришла неоткуда. Бывает проблема, что к творчеству относится только то, когда производится иррациональное. То есть, вот искусство — это творчество, потому что продукт иррационален. Если это научное творчество, то это уже не творчество, как будто бы, потому что продукт рациональный. Тогда и философия тоже не творчество. Это философская деятельность, работа по производству новых философских концептов. Но я считаю, что основным критерием творчества является новизна. И новизна именно принципиальная. Не то, что я для себя что-то узнал, но оно было. Это не творчество. Я просто узнал, и все. А вот если я что-то произвел, то, чего не было, то только если возникает момент, что, скажем, если два человека независима, ну, скажем, Попов Маркони, да, вот они оба творчески реализовали один и тот же продукт, независимо. Ну, да, это единое творчество. А вот если какой-нибудь сумасшедший человек написал какой-нибудь текст про ангелы и демонов, и про его огромное творчество, про планеты какие-то где-то, какие-то там, планеты, какие-то существа, которые там нашу землю, там, курируют, ну, я читал просто такие работы, как бы это творчество по вашему. Я думаю, что да. И там, при всем, он считает, что это реальность, а не просто так, что он придумал там. Нет, была. В данном случае я бы не стал бы оценивать творчество положительное и отрицательное, не является ли оно творчеством, когда мы оцениваем. Вот если, ну, скажем, даже ребенок, когда что-то нарисовал, вот, это тоже некий творческий процесс. То есть некое творение. Кто-то не может вообще ничего воспроизвести. Ну, скажем, что это познавление в этой жизни творчества? Скорее, вот если это, скажем так, вот смотри, получается как, что если ты учишься арифметике и решаешь какие-то задачки по арифметике, это не творчество, ты просто решаешь то, что есть. Но если ты, скажем, где-нибудь на уроке рисования нарисовал что-то вот такое необычное, впервые не просто там перерисовал или раскраску сделал, да, то это творчество, наверное, творчество. Творчество-то у нас, а познание-то? Познание, любое творчество, я думаю, познание. Но здесь нужно, наверное, различать, действительно, вот скользкий момент. Это не является познанием глобальным. То есть ничего нового, он не принял, не новое. Ну, никто узнает, может быть, он пробился каким-то... А может быть, действительно, потом выяснится. Нет, вполне возможно, что это... Мы не можем отличить, может, он что-то такое нарисовал, что потом выльется в новое направление искусства. Тоже может быть... Ладно, искусство-то, ладно, я, виду, вот он написал какой-то там. Для нас, как бы, допустим, рядовых граждан сумасшедший текст, но, может быть, мы не проявились туда, куда мы... Может быть, да. Поэтому оценивать... Все равно нужно считать, что это познание. Здесь нужно, скорее всего, говорить о познании как об акте, да, и о познании как признание результата, изначение. То есть, скажем, познавательных актов огромное количество реализуется. И, скажем, даже и в искусстве, и в науке, вот, скажем, сидит человек, ему пришла безумная идея научная, и он записал свою теорию какую-то. Это познание некоторое? Познание. Это так тождественным тому же акту познания, как в соседней комнате, кабинете сидит человек. Да, вот он ощутил что-то, он что-то для себя выяснил, понял и зафиксировал. А дальше начинается выяснение значимости. Эта теория значима или незначима? Является ли его познание существенным для общества или нет? Поэтому множество актов познания формирует некий мейстрим, который... Дальше мы начинаем отсекать, смотрим эту теорию. Допустим, это теория одного и того же предмета. Ну, допустим, эта теория неверна. Допустим, неверна. А была она познание? С точки зрения индивидуальной, да, акта. А с точки зрения социума, нет. Тем более, что не всегда нет стопроцентной гарантии, что теория неверна. Вот нет. В эпистемологии, в науке нельзя сказать, что вот стопроцентно. Всегда есть некая вероятность, что отклоненная теория, потом каким-нибудь образом, да, она что-то и фиксирует. Пока нам даже не ясно. На данный момент она, скажем так, нелевантна данному развитию науки и данным эмпирическим данным. Ну, вот просто данный конкретный случай. А потом бац какой-то... Это же мы относимся только к рациональному познанию, а к художественному... А в художественном познании то же самое, что... Какие-нибудь придут новые художественцы, скажешь, все старое искусство, это как бы на свалку. Опять же, оценивать вниз. Как и в науке. И все общество согласится, да? Вот нет, вот если согласится, да. Нет, ну, получается, значит, это не было по знаниям, значит, была игра какая-то. Если хоть, нет. Если, так, в принципе, все игра. Нет, но вот в науке-то все-таки есть какие-то критерии, которые нельзя уже отбросить. Нет, Влад, здесь самое главное... То есть нельзя критериям научным подходить к религии, к искусству и, скажем, к философии. Там свои критерии. Если есть критерии разные, то как можно вообще это, в принципе, сравнивать и друг с другом? Нет. Есть общее понятие познания, есть познания разных, разные сферы познания, и в каждой из них свои критерии достоверности. Достоверность философской теории и, скажем, в кавычках, достоверность произведения искусства, то есть важность его, совершенно разные. Важность или достоверность? Ну, я в кавычках. Потому что достоверность, нельзя сказать, что... Не то, что он прямо вот так точно рисовал портрет, и он достоверный портрет. Он может... То есть именно даже критерии... Нет ни одного языка. Понятие достоверности к искусству неприменимых. Неприменимая, я в кавычки беру, значимость познания. Поэтому, если в одно время в искусстве были значимы вот это направление, и оно фиксировало прорыв в познании, в эмоциональных отношениях, в этических отношениях, то в другое время будет другое. Скажем, действительно, как наука, в принципе, кумулятивна, она накапливается. И отметая предыдущие какие-то, может быть, теории тоже. В философии все, что было, все остается, не отметается ничего. А в искусстве у нас, в принципе, наблюдается так, что что-то отходит и уже перестает быть искусством, как это считалось в свое время искусством. Хотя тоже что-то остается и с древних времен, и с античности, и остается считаться как искусством. То есть здесь по-разному. А есть произведения, которые считались гениальными в середине 20 века, а сейчас мы уже... На скальной росписи это искусство? Это познание? Это познание однозначно, а вот насчет искусства и неискусства нужно выяснять. То есть это, скорее всего, смесь мифологии, мистики, мифологии, вполне возможно, колдовства. То есть это все форма познания. То есть когда какие-то отношения между людьми и отношения между человеком и миром фиксируются в какой-то структуре. То есть если бы я зафиксировал хоть в рецепте, хоть в наскальном картинке, хоть в мифе, хоть в каких-то обрядах, либо в политических законах, это все есть результаты познания. Они могут меняться. И, конечно, чистое познание, когда мы получаем новое знание, это наука. Но сводить это все познание к науке, это очень-очень сильно обрезать наше взаимоотношение с миром. Ну, вообще, конечно, считается, что познание, и происходит это слово знание, это приращивание знания. Ну, да, 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 конечно, считается. Я согласен с тем, что было бы грустно, на самом деле, если бы у нас кроме рационального знания никакого другого не было. Мы не могли бы никак не приращивать. У меня такое впечатление, что рациональное вообще не может быть познание. То есть, говоря, из одних и тех же формул не вывести нового, все равно... Нет, акт творчества всегда иррационален, но продукт, результат, иррационален. Есть же еще мистика, это тоже способ познания, который вообще не фиксируется. Фиксируются ритуалы какие-то, фиксируются практики, а вот сам познанное, оно сугубо индивидуальное. Человек вот переходит на какой-то уровень, что-то он там себе понимает, а передать даже не может, тоже познание. Познание... Это познание индивидуальное? Ну, да. Хотя... Надо отличать не индивидуальное познание, а коллективное. Хотя он может передать свою практику непосредственно, как гуру. Это называется познание отождествлением, когда вообще вот ты отождествляешься с предметом познания, и этим, ну, это вот мистические практики. Давайте, чтобы не нарушая традицию, нанесут как бы свою ложку дёрзь. Ну... Дело в том, что в древности, в этой, вот если библию читать, проникновение мужчины в женщину, да, называли тоже познанием. Ну, познал её, да. Да, он её познал. И на самом деле, если вдуматься, на самом деле, в понятии познания, есть вот этот момент проникновения. Ну, есть, да. Причём, как бы, дело не связано с новым, а дело связано с тем, что как бы мы в каком-то смысле навязываем свою волю чему-либо. То есть мы познаём в том смысле, что мы проникаем во что-то там, и там, как бы, куда мы проникли, во всём разбираемся, как бы, и навязываем свою волю. То есть условно, говорит, растёт какой-нибудь... Не волю навязываем, а... Ну, растение, допустим, как-нибудь растёт, нам не нравится что он как мало плодов дает какие-то эти плоды кислые мы проникаем это растение разбираю сюда мы как бы улучшаем или больше морозоустойчивая устойчиво это вредителем да да познание можно понимать на самом деле как своего рода своего рода попытка насадить себя везде и всю никак попытка интегрировать себя в мир все правильно познание 2 движения первое движение можно как бы приспособиться к себе да это второе движение для движения узнать как мир устроен и попытаться приспособиться к тому как устроен мир а второе движение это сделать так чтобы мир был таким каким мы хотим чтобы дороги были ровные мы не это не будем каждый раз сравнять и пытаться равнять грязь мы просто в этом мы проложим шоссе как бы так хочется ровных дорог мы взяли мир изменили там да то есть познание можно понимать как процесс нашего вторжения мир и изменение его для наших нужд не процесс узнавания как устроен мир процесс изменения самого мира в любом случае и искусство меняет мир меняет мир да да религия меняет мир религиозные люди они становятся допустим в частности фанатичными да мы еще не обсуждали действительно религию религию тоже способ познания то есть некий способ узнать и себя и узнать некий абсолют и узнать некие нормы этические моральные нормы религию которая дает а главное самое создать своего рода определенного рода человека да который будет ради воли божьей там и готов идти будет на смерть об этом будет как бы много что будет готов посмотрите что святых христианские делали да это как бы немыслимо если действительно не задать этот вектор то есть познание можно понимать именно еще с другой стороны так как попытку изменить весь мир под нас то есть мы познаем мир в том смысле что мы как бы его просто меняем как мужик мужчина познает женщину да как бы туда что-то такое закладывает также и мы закладываем этот мир бомбом условно говоря как бы у меня 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 потом нам приятно здесь жить он становится мир совершенно безопасным становится дороги ровный там тротуар у нас так как бы правил дорожного движения социальности прочее прочее мы думаем как мы познали мир как и потом вдруг раз возникает какое-то землетрясение какие-то стихийные бедствия что видно какой-то все-таки он как-то не поздно но эти стихи они не управляем но тем не менее мы опять все как бы восстанавливаем я считаю что мир поздно вот эта тема как бы она противоположна этому оптимизм который вы задали изначально ну как попытаемся действительно понять как на самом деле вы ничего нет никогда никогда я не могу дать изменить так как нам хочется есть интересный момент в познании который хотелось бы именно касающийся творчества самого акта что принципе наверное трудно отличить акт познания в разных сферах познания в искусстве в науке в религии в мистике вот именно сам вот этот акт когда человек вдохновленный чем-то вот он увидел и что-то понял и во многом он это эврика вот вот эта эврика которая она одинакова во всех видах познания и дальше начинается различие только в том а как я это зафиксирую я могу это теорию я могу это пробовать на этот счет почему я могу нарисовать пропеть станцевать я могу попытаться зафиксировать методику как я дошел до этого состояния то есть заняться мистикой какой-то да во многом вот именно все сферы познания свой деятельности во всех сферах познания они одинаковы и отличаются только акты отличаются только продуктом и ну форму форма фиксации до отличаются и тут еще встает вопрос такой интересно что ведь изначально этот акт начальные познания он был синтетический и выражался каком-то ну скажем в первобытном крике не было еще разделение на искусство религию все и вот в будущее если посмотреть соединяться ли опять искусство религия наука в некое синкретическое познание неразделенное я на самом деле сейчас не разделяю теме есть как вот такие оптимистические точки зрения что на самом деле мы движемся какое-то будущее это светлое там нет и она почему-то связано с нашим познаванием пока так пока было отделяю такого оптимизма на самом деле считаю что как бы мы живем в новом средневековье чем дальше тем средневековье становится все мрачнее на самом нет ну было чисто объективно по количеству знаний по различным вот этим идеальным сеткам которые выстроены взаимоотношения пока тем лабиринтом коридором по которому не задумываясь ходе это все быстро на гораздо эффективнее точнее удобнее чем средневековья а то а то что иногда под воздействием каких-то случайных моментов наши мозги деградируют ниже средневековых но это не разрушает наш мир не разрушает на наши структуры которые уже созданы были ли первобытные люди счастливее или мы счастливы что здание стало больше познание у нас значительно усовершенствовано а разница то есть между первобытными нами в смысле того же счастье счастья здесь уже как-то несчастье что все равно у нас воины все равно у нас как бы какие-то без конечная тупость казалось бы все есть там учебники есть там иди там почитай как а кто обещал и все равно они все тупые опознание то нет в России в Италии в 80-х последние было никаких безграмотных нет конечно познания из чак действительно и часто рациональности познания соединяют стыкуют с чем-то счастливым хорошим что знания нам принесут часть никто не обещал это просто естественно с той же степенью естественности как биологической эволюции у нас идет усложнение от одноклеточной от вируса до млекопитающего и при этом мы не скажем что слон чем-то вот принципиально адаптирование чем одноклеточная но не адаптирование наоборот еще сложнее у него существования чем одноклеточная вот и то же самое социум познания это способ его развития но он не обещает что это будет благостно и что-то хорошее